Юрий Гагарин – герой целого поколения. На славу тага лётчика-космонавта марали походить усе советские школьники. Первая космичная подорожа 55 годов тому захопила у юнацтвы и у Владимира Лареонова. С подшатку интерес до астрономии и космонавтыки задовольняла навуковая и фантастичная литература. После экспедиции у Тымлику на Байконур. Материалы для коллекции Владимир Лареонов сбирал по усим Советским Союзем. Гэта публикации надрукованы одразу после полёта, автограф Юрия Гагарина, редкие паштолки, книги и многое інше. Считаю, что мы всё-таки не только должны вспомнить 55-летие, потому что это некая круглая дата полёта Гагарина, но и имеем полное право гордиться тем, что всё-таки это было. Это было в нашей стране. Другая выстава представляет цикл живописных работ наученцев Гомельского державного профессийно-техничного колледжа народных мастацких промыслов. И она адлюстровывает разумение сущасной молодзи, зачаровальной и загадковой темы космосу. Две выставы, которые однажды открылись в библиотеке имя Герцена, это своясабливая совесть поколений. Для ребят у васабление космичной просторы на полотнах стало первшим подобным опытом. Выкладчики отзнашают, что для многих творческий процесс был непростым, однокожный працавал с интересом и захоплением. Дети работали впервые над вымышленным изображением. Это для них новая такая работа, потому что ранее они работали над изменением, то есть дополнением. А это было вымышленное. Когда нужно создать что-то с нуля, это гораздо сложнее. Выставы, присвященные 55 годию с дня первого полета человека в космос, в библиотеке имя Герцена будут прорсовать до 30-го красавика.